Челябинск Проразилось и на оформлении денег того времени. В уездном Челябинске в оборот входят новые невиданные доселе купюры в 250 и 1000 рублей. Изображения на банкнотах очистили от символики старой власти теперь на купюрах герб нового временного правительства. Двуглавый орел без корон и регалий. Да, уж что-то шумели базары в этих щедрых краях. А теперь, а что теперь? Свобода при батьке наш. Шевелись, народ, подтяни живот. Приказано торговать и веселиться. Тот-то никому не спится. Аплодисменты Зарплатой в 250 рублей в месяц был возмущен таким скверным положением дел. До революции фунт мяса на рынках Челябинска стоил 12 копеек. В 1917 году цена вырастает до 22 рублей за фунт. Гусь 40 копеек дорожает до 260 рублей за тушку, а за 10 яиц теперь просят не 10 копеек, а 160 рублей. И стоимость продуктов продолжают повышать, а деньги бесконтрольно печатать. В итоге новые купюры сливаются со старыми царскими банкнотами в одну обесценивающуюся массу. Из оборота выводят монеты. Теперь цены слишком высокие, и мелкие деньги попросту не нужны. Полное отсутствие дееспособной денежной системы, огромная инфляция, то есть там появляются даже купюры в 10 миллионов рублей. Ну то есть это бумага, она ничего не стоила и ничего не значила. А это говорит о том, что население перешло на натуральный обмен, единственный выход. Люди не верят банкам в стране, где свирепствует денежный хаос. Хранить сбережения предпочитают подполом. На Южном Урале до сих пор находят тайники столетней давности с пачками обесцененных денег, которые так никто и не потратит. Субтитры создавал DimaTorzok